В магазине Купипол новая акция. Настоящий немецкий ламинат Эггер со скидкой 30%. Купипол – это широкий выбор качественных напольных покрытий от производителей. Это квалифицированная консультация специалистов, помощь в выборе и советы по уходу. Доставка. Можно заказать профессиональную укладку. Магазин напольных покрытий Купипол. Улица Гагарина, 3, торговый центр, башня. Мы здоровья всем желаем, воду на дом доставляем. Только с чистой водой будешь долго молодой. Срочно нужна живая вода? Звони 412-82. Самые последние новинки солнцезащитных очков с высокой степенью защиты от ультрафиолета. Ваши глаза будут надежно защищены. Приходите и выбирайте. Магазин «Оптика» улица Голованова, 83. «Оптика» для всей семьи улица Ленина, 71. Вы ждали и вот мы открылись. Магазин одежды и обуви «Мегапланета» дарит скидку на весь ассортимент 20%. Различные модели одежды и обуви для детей, подростков, мужчин и женщин, разнообразный домашний текстиль, товары для дома, детские игрушки и многое другое. У нас действительно большой ассортимент. Магазин «Мегапланета», город Кунгур, просвещение 1Б, второй этаж в здании магазина «Светофор». Знаменитая продукция напрямую с завода. В Кунгуре открылся отдел «Лысвинские эмали». Это качественная чугунная, яркая эмалированная и блестящая нержавеющая посуда, а также знаменитые напольные плиты и встраиваемая техника. Главное преимущество – это цены и гарантия качества. Отдел «Лысвинских товаров» в торговом центре «Центр», город Кунгур, Карла Маркса, 14А. Компания «Профкомплект Центр» предлагает Сайдинг, металлосайдинг, виниловый сайдинг, поликарбонат, профнастил, металлочерепицу и андулин – по лучшей цене. Условия и стоимость доставки обговариваются индивидуально. Компания «Профкомплект Центр», Кунгур, улица Свободы, 147. Телефон 8-950-441-78-94. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Кунгуре в 2022 году планируется благоустроить общественную территорию. Жителям Кунгурского муниципального округа предстоит выбрать объект. Один из них – обустройство сквера в микрорайоне Черемушки, во дворе домов по улице Свободы, 61Б и Голованово, 50. По проекту здесь может быть обустроена зона отдыха, лавочки, небольшой фонтан и освещение. Проголосовать за этот проект вы можете на сайте 59.городсреда.ру с 26 апреля по 30 мая. Города меняются для нас. Не поджигай траву. Огонь может перекинуться на деревья. Туши костры, убирай мусор. Пожар легче не допустить, чем тушить. При обнаружении пожара звони. 8 800 100 ровно 94 00. Сегодня в зале администрации города чествовали полуфиналистов Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», который проходил в Перми с 12 по 14 мая. В нем приняли участие 129 конкурсантов из 26 регионов. Кунгурский округ представили 13 мастеров. Команда наших участников стала самой многочисленной и дружной. Огромное спасибо за то, что вы являетесь патриотами, фанатами вот этого направления. Патриотами, во-первых, своей малой и небольшой родины. И в любое время вы в Киеве на подъем. Многих из вас я здесь знаю. И когда появляется новая тема, связанная с малой родиной, с туризмом, вас всегда загорается в глаза. Это здорово. Я думаю, что мы правильно идем в правильном управлении с вами. Работы впереди очень-очень много, хотя сделано не мало. Огромное спасибо, что вы такие инициативные есть. Но мы со своей стороны постараемся всячески помочь. Во время конкурсных испытаний участники решали региональные туристические кейсы и предоставляли свои проекты. Наши мастера – все из разных сфер деятельности, из культуры, образования, искусства. Все они, безусловно, профессионалы своего дела. А объединяет их одно – безграничная любовь к нашей родной земле, ее истории и самобытности. Особенно приятно, что действительно наш Кунговский муниципальный округ был представлен одной единой командой. И здесь огромное слово благодарности нашей новой структуре управления молодежной политикой и туризму. Огромное слово благодарности для Михаилу Дюклю и всем вам, потому что быть в команде – это здорово. И представлять единый муниципалитет, наверное, это особая честь, повод для гордости за вас. Кунгурский округ, говорят специалисты, обладает высоким туристическим потенциалом. Наличие разнообразных ресурсов создает условия для различных видов туризма – историко-культурного, активного, делового и событийного. Славится наша территория сельским хозяйством, своими ландшафтами, воздухоплаванием, купеческими корнями, архитектурой, камнерезами, пряниками и многим другим. Кунгурские мастера гостеприимства постарались отразить все грани в своих проектах. Спасибо, ребята, всем абсолютно. Со всеми было очень приятно работать. Насколько мы сдружились, это действительно было испытание. Мы работали с утра до вечера, и с вечера до утра, можно так сказать, потому что все в голове прокручивалось, а в первую ночь точно, я не буду кривить душой, спать было невозможно. Насколько мы все переживали, и насколько каждый из нас хотел представить свой проект именно за Кунгур, чтобы сюда притянуть, сюда, на эту территорию. По итогам конкурса в финал прошли 30 человек из 15 регионов России. 12 из них представляют Пермский край. Приятно, что в число победителей вошли кунгуряки. Это Лариса Плюснина с проектом в гостях у русской печки и Анастасия Тараненко, которая представляла проект детского фестиваля керамики «Алхимия». Опять же мы представляем тот же самый проект, с которым мы заходили, мастера гостеприимства, детский фестиваль керамики «Алхимия». Настроить только один – максимально рассказать о фестивале, рассказать о Кунгуре и заинтересовать людей именно тем, что именно город Кунгур – это центр туризма Пермского края, именно сюда стоит ехать. И надеемся, конечно, что проект будет замечен, потому что перспективы большие, если вы становитесь финалистом. Это и финансирование, и информационное продвижение проектов, выигравших этот конкурс. Ну и, конечно, это обмен опытом. Это колоссальный опыт, который необходим, наверное, всем профессионалам в туризме. Сегодняшним победителям предстоит еще большая работа на пути к главной цели. Лариса Плюснина и Анастасия Тараненко представят Кунгурский округ в финале Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» с 8 по 10 июня в Нижнем Новгороде. Сегодня вы, ученики, а завтра гениальные ученые, новаторы, изобретатели, своими достижениями вы делаете огромный шаг в успешное будущее. Яркие, неповторимые, искрометные таланты кунгурской земли вновь поражают своими талантами. Одни являются примером для подражания спортивных достижениях, другие удивляют своими интеллектуальными способностями. А третьи делают нашу жизнь красочней, даря неподдельные эмоции со сцены. А конкурс «Юнное дарование Кунгурского муниципального округа» помогает этим новым талантам зажечься. У нас достойные дети, уважаемые родители и педагоги. У нас достойное будущее. Дорогие ребята, вы просто молодцы. Вы сегодня представляете часть своих учебных организаций. Так держать. Для кунгурского вокалиста Тимура Яговкина это очередной этап в творческой карьере. Многими любимый артист – настоящая гордость для нашего города. Ведь в столь юном возрасте Тимур является лауреатом первой степени международных всероссийских и краевых конкурсов, а также участниками-победителем телевизионных проектов «Ты звезда» и «Формула успеха». Вот и сегодня талант школьника не остался незамеченным, ведь он признан юным дарованием Кунгурского муниципального округа. С нашей съемочной группой Тимур поделился планами на будущее. Да, я хочу состоять в своей жизни с творчеством. Я хочу после девятого класса учиться на композитора или певца. Что бы ты пожелал, начиная с вашим выступом? Ну, дальнейших достижений, успехов, ну, чтобы не ленился. Как раз таки, если ты ленишься, ты ничего не добьешься. Надо трудиться. На участие в конкурсе подано без малого полсотни заявок от 21 образовательной организации. К компетентным жюри тщательно отобраны победители трех номинаций – культура, искусство, интеллект и спорт. 15 самых достойных конкурсантов сегодня получили звание лауреата конкурса «Юное дарование», с чем их поздравляют представители администрации Кунгурского муниципального округа. Поздравляю всех вас, ребята, с вашими достижениями. Благодарю вас, еще раз повторюсь, за ваше усердие, за ваше трудолюбие, за вашу волю в победе. И, конечно же, я благодарю за эти достижения и родителей, и педагогический состав. И сегодня здесь, среди собравшихся в зале, мы увидим действительно талантливых, успешных, обучающихся наших образовательных организаций. И, глядя в этот зал, можно с точностью сказать, что вы – гарант процветания и развития нашего Кунгурского муниципального округа. «Такие конкурсы напоминают нам. Земля Кунгурская не оскудеет талантами, и подрастающее поколение нашего округа тому яркий пример. Хочется пожелать каждому участнику неиссякаемого творческого успеха и новых побед, а педагогам, зажигающим все новые и новые звездочки, нескончаемых идей и, конечно, терпения в их непростом деле. Ведь результат того, несомненно, стоит». Дворец культуры машиностроителей и арт-студия «Подполье» под руководством Елены Тепляковой предлагают миру очередной творческий проект, на этот раз международный. Его результатом станет художественная выставка во Франции. По фотографиям Надеж, приемной дочери Элен Тексье, известной в Кунгурии, Пермском крае своей благотворительной деятельностью, участники студии начали писать этюды живописной французской деревни Горжелес. Позже свои фото предоставил и фотохудожник Жан Марк Вольта. Через некоторое время, в ответ на вызов кунгуряков, девять профессиональных французских художников приступили к созданию этюдов с видами кунгура по фотографиям юной Насти Гордеевой и кунгурского фотохудожника Рината Салимова. Участники кунгурской арт-студии уже готовы к совместной выставке, а работа французских художников сейчас в самом разгаре. «Мы рисовали, они пересовали, мы потом им в электронном варианте отправили, они нам в электронном варианте отправили, мы тут на пятую распечатали, все повесили, красота. Но Элен добилась того, чтобы наша выставка вошла в перекрестный год сотрудничества России и Франции. То есть вот это, знаете, как звучит даже, перекрестный год межрегионального сотрудничества России и Франции. То есть вот этот собачий вдруг оказался на таком государственном уровне». Итогом первого международного арт-проекта станет художественная выставка, которая пройдет на ферме замка Горжелес во Франции с 1 по 31 августа этого года. 12 августа запланировано ее торжественное открытие. Главным моментом станет вручение президенту Международной ассоциации «Все для кунгура» «Элен Текси» – знака за благодеяние, которым президент России наградил Элен в ноябре прошлого года. За ее деятельность в интересах детей нашей страны. Знак будет вручать посольство России во Франции. Кунгурские художники-энтузиасты также приглашены на это мероприятие. «Дети, усыновленные здесь у нас в Пермском крае, они живут по всему миру. А Елена с ними общается. Поэтому действительно, вот такие дети, как Настя, у кого будущее, почему бы им не помочь? Дальше возможность есть такая, у нас художественный колледж здесь работает, дети учатся. Почему не производить обмен студентами? Но это все возможно, это все в наших руках есть. Это проект, который имеет возможность дальнейшего развития». Идею проекта, которая позволяет полноценно обмениваться культурными особенностями территорий, легко может подхватить любая студия в любом конце света. И итоговые буклеты с фото навсегда останутся в истории обменявшихся территорий. Только ассоциация «Все для Кунгура» насчитывает в своих рядах семьи более чем из 20 стран мира. «Очень рады, благодарны вам, вообще всем участникам данного клубного формирования. Уверены, что вы обязательно справитесь, успешно съездите, примите участие в этой выставке. Ну и ни в коей мере не забросите это дело, не остановитесь на достигнутом, а будете двигаться только вперед. Это единение как нашей территории, так и наших стран, России и Франции, это очень, конечно, для нас значимо и важно». Напомним, арт-студия «Подполье» была основана всего лишь полтора года назад. Сегодня работы взрослых и юных начинающих художников стали участниками международной выставки. Во Францию отправятся картины Ирины Глушко, Анастасии Гордеевой, Татьяны Обвинцевой, Ольги Пехтовниковой, Надежды Араповой и Елены Тепляковой. Сегодня большая дружная команда управления молодежной политики приехала в гимназию номер 16 для того, чтобы провести интеллектуально-развлекательную игру «Квиз про выборы». Молодое поколение познакомили с основами избирательного процесса. Ученики 11 класса с интересом погрузились в новую познавательную игру. Вы, как будущие избиратели, отдельный вид права, избирательное право, которое в нашей стране есть, которое обеспечивает демократию в нашей стране, историю общества знаний вы изучаете. И совсем-совсем недавно прошли местные выборы, муниципальные выборы, объединенные думы. Наши два муниципалитета, город Кунгур и Кунгурский район объединились. И у нас появился новый муниципалитет, Кунгурский муниципальный округ. В каждой команде, а их всего было пять, определили капитана, секретаря, мозговых деятелей. Командам-участницам необходимо в течение трех раундов предоставить как можно больше правильных ответов. Показать свои знания можно в интеллектуальном, музыкальном и блиц-этапе. В Австралии выборы считаются почетной обязанностью. В этой стране абсолютно нормально прийти на избирательный участок полураздетом или в купальнике. Люди спешат отдать свой голос, чтобы избежать чего. Игру посвятили Всероссийскому дню молодого избирателя. Его в этом году по решению ЦИК России отметили 16 мая. Главная цель праздника – напомнить молодежи об ответственности за будущее страны и гражданском долге каждого совершеннолетнего жителя. Третье место поделили между собой команда Кукуштан. И команда «Право» – 9-й Б, второе место. Мы на один балл обошли всех. На второе место. Команда «Пингвинчики» мы вас поздравляем. Во дворце «Культура мечта» высадился региональный этнодесант. Татарский национальный форум во главе с экспертами из Казани и Перми привлек внимание учащихся с 7 по 11 класс Усть-Турской и Божуковской школ, а также студентов первых-вторых курсов Кунгурского центра образования и сельхозколледжа. Молодежь татарских сел и деревень Кунгурского округа сегодня узнала для себя много нового. Как татарская молодежь, молодежь организации, мы вот, это наша целевая аудитория, мы с ними работаем, чтобы пробудить национальное самосознание, чувство патриотизма к своему отечеству, чтобы помочь им самореализоваться, найти свое место в жизни. Национальный проект Рустама Галимова «Этнодесант. Совершенно новый». Кунгурский округ стал второй территорией, на которой проходит молодежный форум. Буквально вчера модераторы приехали из Октябрьского. Уже завтра программу проведут в Уинском. Это уникальный проект, потому что к нам приезжает «Этнодесант» не каждый день. И у ребят возможность пообщаться с представителями своей национальной культуры из других городов. Это Казань, Октябрьский, Пермь. Это тот обмен опытом, обмен информацией, который в дальнейшем поможет им воплощать какие-то свои уже собственные идеи в реальность и в жизнь. В рамках проекта эксперты своих отраслей проводят интересные и полезные мастер-классы. За одним столом ребят увлек современный курс по журналистике и по строению личного бренда в социальных сетях. За другим молодежи рассказывают о социальном проектировании. Уникальному в своем роде искусству татарского шва, кожаной мозаике, обучают особенно старательных и усидчивых девушек. Один полный круг. Второй. Третий. Потом эту нитку держим под большим пальцем. Назад тянем немножко. Вот так наискосок берем. Теперь прокалываем кожу с другой стороны. Всего на площадках задействованы порядка 40 молодых ребят. Среди них Леана Гамбарова – девушка-активистка и гордость своего села. Каждый год она завоевывает призовые места на всероссийских олимпиадах по татарскому языку, прославляя свою родную усть-турскую школу. Сегодня Леана решила освоить для себя новые навыки. Эта тема мне очень близка, потому что я постоянно ездила на олимпиады по татарскому языку в Казани. Там такая атмосфера уже татарская. И все это для меня очень близко к сердцу. Когда я узнала, что приедет Чак-Чак, это была вообще огромная радость. В социальных сетях я на них подписана, слежу. И очень хотела давно побывать на их мастер-классе. Программа хоть и недолгая, зато насыщенная. Ребята узнают полезную для них информацию, учатся создавать собственные проекты, делятся впечатлениями и заводят новые знакомства. Этнодесант, говорят эксперты, это в первую очередь возможность для дальнейшего развития. Абувщик! Абувщик! Матчи открытого Кубка города Кунгура по футболу продолжают набирать обороты. Напомним, соревнования стартовали во вторник, где первые четыре команды открыли новый сезон. Благо, погода сюрпризов не преподносит, и игры проходят по плановому расписанию, чему несказанно рады кунгурские болельщики. Минувшей средой состоялось сразу две игры, где за участие в полуфинале боролись команды Нагорного, детско-юношеской спортивной школы «Уралец», Абувщик и сборная «Труд». Несомненно, борьба оказалась напряжённой, чем немало порадовало истинных ценителей футбола. И вот уже можно подвести итоги первых соревновательных дней. Безоговорочную победу одержала команда Суксунского оптико-механического завода, стройтехмонтаж и Нагорный. А вот футболисты, Абувщик и Труд сыграли в ничью со счётом 0-0. Однако итог игры может оказаться непредсказуемым, ведь впереди вторая игра 1-4, которая пройдёт в два соревновательных дня 25 и 26 мая. Приглашаем всех неравнодушных болельщиков. 21 мая в Кунгуре ясно. Температура воздуха ночью плюс 12, днем плюс 25. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер южный 6 метров в секунду. В Делаховнов становится более явной пробуксовка, но сегодня она их ничуть не огорчит, а возможно и обрадует. День сделает вас общительнее, подвижнее, люботнее, простимулирует ваши чувства юмора и поможет быть терпимее к окружающим. Это прекрасное время для знакомств, флирта не слишком серьёзных переговоров, поиска информации, перебора вариантов, для поездок и прогулок, спортивных разминок. Тельцам звёзды предлагают относиться к жизни проще и с долей юмора. Многие текущие дела будет приятнее делать за компанию, в том числе искать мелкие покупки и совершать прогулки. Если вы стеснительны, то в ходе непринуждённой фоновой беседы вам будет проще изложить своё мнение, выразить кому-то симпатию и завязать знакомство. Условные недостатки этого дня – поверхностность и легкомыслие. Близнецы в своей стихии напоминают искрящийся и переливающийся всеми цветами радуги фейерверк. Хорошее расположение духа и удачное стечение обстоятельств помогут им отвлечься, забыть о недомогании, быте, служебной рутине и других неприятных моментах. Многие близнецы ухитрятся поддерживать сразу несколько сюжетных линий, каждый успевая отметиться. Ожидается удача во всех мелких делах. Ракам звёзды советуют подстроиться к ситуации и действовать по обстоятельствам. В текущих делах лучше ставить на общительность, приветливость, гибкость. Эти качества сделают приятнее любую беседу и поездку, помогут вам сгладить мелкие разногласия и замять несущественные противоречия. Серьёзные планы стоит отложить, ваше влияние на события незначительно, не слишком надёжны договорённости. Львов звёзды приглашают в неформальную обстановку, располагающую к непринуждённому общению. Это отличный повод пустить в ход свою привлекательность. Подходящее время для посещения выставок, шоу, вечеринок и других развлекательных мероприятий, а также для флирта, развития личных и деловых отношений в свободном режиме. Ограничений сегодня мало, например, не стоит тратить много денег. Дев ждёт приятный, но не слишком результативный день. Многим девам будет мешать их несобранность, недостаток дисциплины, серьёзность и концентрация терпения, а также лёгкий разлад между умом и сердцем, незаметный окружающим. Сегодня хорошо собирать сведения, поддерживать контакты, преследуя те или иные цели, лучше действовать косвенно, например, задействуя разнообразные связи в нужных кругах. К весам звёзды советуют развивать нужные им контакты, в том числе, за рубежом. Общение будет не только приятным само по себе, но и окажется лучшим инструментом ведения дел. Это удачный момент для переговоров, согласований, примирений, компромисса. Вашим главным оружием станут красноречие и готовность к диалогу, помноженное на умение нравиться собеседнику и поддерживать в беседе лёгкий тон. Скорпионы могут оттачивать навыки общения, а попутно тренировать наблюдательность и умение распознавать критичные сигналы. В данный момент опасаться нечего, но мелкий признак, который сегодня не сулит беды, в другой ситуации вполне может превратиться для вас в угрозу или в команду к действию. Не стоит относиться к этому серьёзно, лучше придать подобным занятиям форму игры. Люди в окружении стрельцов настроены на общение, но вряд ли это будет серьёзный долгий разговор, скорее, приятный обмен мнениями и симпатиями. Беседа пойдёт в непринуждённом и порой игривом тоне. В её ходе будет затронуто много связанных тем. Деловые переговоры могут не раз соскальзывать в личную плоскость, и наоборот. Это прекрасный день для вечеринки, переписки, сотрудничества. К озерогам звёзды советуют быть общительнее и легче на подъём, поддерживать разнообразие в своих занятиях или избегать в них откровенной рутины. Приветствуются небольшие перемещения, короткие командировки. Из рабочего режима лучше исключить унылую бюрократическую часть. Не стоит браться за важные дела, требующие терпения и концентрации. Не лучший момент для серьёзных лечебных процедур. Водолеем день поднимет настроение и поможет им заметить вокруг приятные детали. Можно подойти к делу радикально и сменить обстановку, чтобы полностью переключиться на новые впечатления. Это удачные сутки для интеллектуальной разминки, переписки, литературного творчества для тренировки красноречия, ловкости, чувства юмора. Не стоит упускать хороший момент для лёгких развлечений, быстрых свиданий. Рыбам не стоит уходить от общения с партнёрами и близким окружением, но лучше не поднимать в нём серьёзных тем. Из-за вашей рассеянности или склонности к иллюзиям в каком-то вопросе появится недопонимание. Это не лучшее время для деловых визитов и переговоров, для консультации или выхода с важным предложением, а также для обсуждения ключевых тем, связанных с жильём и недвижимостью. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Кунгуре в 2022 году планируется благоустроить общественную территорию. Жителям Кунгурского муниципального округа предстоит выбрать один из двух проектов. Один из них – обустройство сквера семьи, любви и верности на территории возле храма Успения Божьей Матери на улице Ленина. Здесь появится сквер, элементы благоустройства, лавочки, освещение и арт-объект. Проголосовать за этот проект вы можете на сайте 59.городсреда.ру с 26 апреля по 30 мая. Города меняются для нас! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Более 40 жизней разбиваются каждый вечер из-за управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Выпил? Не заводись. Разобьешься. Движение безопасности. бездтп.ру В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Кунгури в 2022 году планируется благоустроить общественную территорию. Жителям Кунгурского муниципального округа предстоит выбрать объект. Один из них – обустройство сквера в микрорайоне Черемушки, во дворе домов по улице Свободы 61Б и Голованово 50. По проекту здесь может быть обустроена зона отдыха, лавочки, небольшой фонтан и освещение. Проголосовать за этот проект вы можете на сайте 59.городсреда.ру с 26 апреля по 30 мая. Города меняются для нас. Похоже, сейчас будет контратака. Он набирает обороты, вырывается вперед. Опасный момент! Выход один на один и... Он чуть не попадает прямо в девятку, а! Помните, обгон – это не игра. Чтобы дорога была длиною в жизнь, не спешите обгонять!